Здарова, чуваки, это Прил, и сейчас я расскажу об особенностях в Викенде. Сейчас карта на тесте, но она скоро выйдет на основном клиенте, и я хочу рассказать некоторые вещи, которые смогут помочь вам больше понять эту карту и как на ней играть. Первое, о чем стоит сказать, это о старте большинства файтов по карте на ппшках. На карте очень много пп, так что зайдя в дом, не торопитесь брать дробовик или пистолет, если, конечно, это не Скорпион. Прицелы. Карта испытывает большие сложности с видимостью Red Dot на снегу. Наводя прицел на снег, вы не увидите или увидите очень плохо любой из трех цветов прицела. Зеленый, красный или фиолетовый, точка или крест, на снегу у вас пустой коллиматор. Конечно, наводясь в зоне деревьев или ровно на противника, вы будете видеть свой прицел, но порой это сильно мешает или путает. Пока что решения для Red Dot нет, возможно, его и не появится, а возможно, его подкрутят для карты после релиза. Либо введут дополнительный прицел с не лазерной сеткой прицела. Для некоторых это повод перейти на голограф, ведь его видно лучше, а зона обзора центра прицела меньше, а для кого-то это повод оставаться на дистанции и использовать X3. В домах, в лесу, в тени, Red Dot все так же хорош, но теперь будет повод подтянуть игру и с другими прицелами. Окна и паркур. На карте есть типовой дом с тремя окнами на втором этаже. В момент релиза карты через одиночное окно выйти было нельзя, паркур применялся только на двойные другие. Возможно, после полного релиза все эти окна станут невозможны для паркура. Помните об этом, когда будете в спешке уходить от врага и менять позицию. Также на карте очень много домов с маленькими окнами. На текущий момент из большинства можно вылезти, но что будет к моменту релиза неизвестно. Уже сейчас многие из маленьких окон уже недоступны для паркура. Учитывайте это. G36. G-шка девайс сильно спорный. Ни в какое сравнение со скаром он не идет. Берите его на любые дистанции, только если уверены, что не пропустите скачок отдачи по горизонтали. Анимация и скорость перезарядки длиную в вечность заставляет меня брать это оружие, либо когда нет других девайсов, либо на дальние дистанции вторым девайсом. Более подробно о девайсе рассказал скрэпи. Ссылка будет в описании. Куда падать. Лучший не супер мясной спот для сбалансированной игры в сквадах это Горока и Подвоста. Надеюсь я правильно произнес эти названия. Достаточно лута на сквад, пара файтов, спавн машин, удобная развязка и близь центра карты. Эти два компаунда сродни Пайнану на Саноке, Пикадо на Мирамаре и общагами Рожку на Эрангеле. Мясным спотом на карте будет Вилла, только она будет самая открытая из всех аналогов. В школе много узких коридоров, в буткемпе та же история. В Пикадо или Хосиензе много уровней и круговая планировка зданий. В Вилле очень широкие коридоры и очень много переходов, возможность быстро покинуть здания и очень много окон. В Гороке почти всегда побеждает, к удивлению, низкая сторона, потому что при раннем пуше имеет больший сейф с улицы и больший контроль с других домов. Но самое важное, что стрелять вверх легче, ибо оружие не упирается в подоконник. В Подвоста попроще, там есть длинная череда крыш, которая уравнивает ваши условия. Передвижение и ландшафт Передвигаться долго по снегу всегда ошибка. Ходить по земле часто быть невидимым. Замечать врага на карте довольно сложно, если он, конечно, не бежит посереть снежного поля. Но если враг бегает по лесу или около объектов у домов в поле, около камней, около коричневой травы, определить откуда по тебе стреляют нелегко. Если есть глушитель, а он есть, ведь на карте их очень много, это становится огромной проблемой. Примечательно то, что сложности возникают не только с глушителем на дистанции, но и на близком расстоянии. Откуда идет звук-то понятно, но полное слияние с коричневой средой из миллиона декораций, теней, бликов, солнца, летающих частиц, делает человека с глушителем практически невидимым. Та же история с белым масхалатом. На снегу вы просто призрак с черным оружием, но только до момента, пока на вас не посмотрят через иксовку. Горы и камни На новой карте разработчики учли ошибки Мирамара и смогли отшлифовать 80% гор. Горы гладкие и удобные, почти на все можно подниматься без труда. На горах часто занимают позиции и просто кемпят опенфилды. Почти все скалы на карте делятся на два типа. Ровная скала и скала с ямами. Очевидно, что занимать скалу с ямами более выигрышная позиция. Крыши На карте очень много возможностей залезать почти на любые крыши. Я имею ввиду крыши обычных домов, а не только крыши в Вольнове и других кемпах. Крыши домов в полях и некоторых кемпах имеют выступ по центру, некую границу верхушки крыши, которая мешает пройти с одного склона на другой. Помните, что если по вам начнут стрелять с одной из сторон, уйти резко на другую, за крышу, на шифте не получится. Этот выступ нужно перепрыгивать. Тир И наконец, с этой карты глобально появляется понятие о тире. Тировая или тир – это кемпы с обзором на естественный путь игроков с холма на поле, или в зону, или просто при передвижениях к другим кемпам. На карте очень много полей и небольших компаундов рядом с ними. Занимая тировую первыми по таймингам, вы обеспечиваете себе и скваду контроль огромной площади. Имея иксы и помня, как летел самолет, можно настрелять очень много фрагов и сильно повысить шансы дойти до 10 лайф практически с небитыми жилетами и шлемами. Если во время нахождения в тире зона изменяется диаметрально противоположно от вас, нужно ротироваться максимально быстро, чтобы не терять темп и не становиться мишенью самому. Например, если зона недалеко, раскидав 5-6 смоков, вы спокойно дойдете до следующего тира без потерь и сможете его запушить, если там кто-то есть. Если же следующий спот далеко, с первых секунд новой зоны нужно брать авто и ехать на метку, грубо пушить кемп и занимать позицию. Но помните, что на этой карте очень много кемпов и все они расположены около полей и дорог. Выбирать путь на машине нужно обдуманно, иначе любой игрок выйдет из кемпа и зажмет по машине. Гранаты На карте очень много смоков, моликов, флешек. Всегда набирайте 4-6 смоков, лучше скинуть немного патронов и взять лишнюю пару гранат. Учитесь использовать по паре молотовых на второй этаж при пуше. Ваш союзник также может закинуть вам на ход тайминговую флешку, засмочить себе путь перед сквадом и никуда не уходить, а стреляться с ними. Огромный простор для совместных действий с гранатами. Не игнорируйте их, не ищите к уже имеющимся 160 патронам на М416 еще сотню. В крайнем случае снимите с трупа, набирайте как можно больше гранат и пушьте на агрессии каждый спот, закидывая килотонны разных гранат в кемпящих на втором этаже игроков. Ну и соответственно сами не оставайтесь кемпить всей толпой на втором этаже, пока вас пушат, иначе то же самое повторится и с вами. Если ролик был для вас полезен или интересен, не забудьте поставить лайк, это сильно мотивирует выпускать ролики. А чтобы не пропустить еще больше контента, подписывайтесь на канал. На этом ролик подходит к концу, тренируйтесь, побеждайте и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok